Садовая элита Где-то поддакивает, где-то говорит не согласен, но главное это то, чтобы вы узнали, чем богата земля российская. Вот так вот, пусть это громко сказано. Итак, Юрий Алексеевич, я даю вам слово, а там посмотрю, что мне делать с этой самой, как мне реагировать. Пожалуйста. Всем здравия. В прошлый раз мы остановились немножко по верховому. В каком разрезе? То есть информацию, которую я дал, это была информация по посадке южных культур и цикличности. И пошли вопросы. Ну, начнем. Коли по верхам прошлись, давайте поглубже копнем. Куплены груши. Вот многие купили уже груши, яблоки. Мы пока абрикосы, персики не трогаем принципиально. Потому что надо разобраться с более тяжелым моментом. Потому что семечковые, чтобы довести до плодоношения, это большой срок. Реально это где-то в районе 10 лет. Ну, смотрим. Семечка. Что в ней находится? Южная семечка, допустим. Ну, неважно, это по камле и что там, конференция. Пыльцу принесла пчела. По-другому здесь быть не может. Либо шмель, неважно. Произошло опыление. То есть произошло в этой семечке вторжение другой генетической программы. Наслоение. И по факту никогда сорт материнский повтора иметь не будет. Никогда. Как отпечатки пальцев. Далее. Коли произошло вторжение. Вторжение какой-то чужеродной программы. Здесь, значит, в ядре, в геноме начинается некоторое напряжение, движение. То есть по факту любая семечка находится в некотором напряжении генома. Вот. Далее. Для чего? Значит, чтобы отросла семечка, взошла, необходимо, это мы все знаем, произвести, необходимо провести стратификацию. Есть, естественно, это осенняя посадка, есть искусственная. Это мы тоже знаем. Валерий Константинович уже все уши прожужжал, ну и я присоединился. Как это все делается, повторять не будем. Вот. Будем только работать по новинкам. То, что, ну, как бы не освещалось. Вот. Стратификация. Перед тем, как заложить в стратификацию, что мы делаем? Для чего делается цикличная проморозка? Цикличная. Вот вы, думаю, каждый обратил внимание, что такое весна. Днем плюс 10, ночью минус 10. Семечку мы берем днем на сутки минус 10. Днем обычно, тагодиана, значит, в холодильник, значит, плюс 3. Я в этом году более ушел в более такое консервативное направление, положив комнатную температуру эти семечки. То есть сутки минус 25, сутки плюс 25. Коробочки открыты. Вот. И порог, критичный порог, значит, минус 25, плюс 25. 50 градусов скачки идут. Вы понимаете? У тагодианы шло минус 25, минус 20, допустим, и плюс 3 в холодильнике, ну, плюс 5. У него порог был 30 градусов. Понимаете? Чем сильнее воздействие, тем сильнее мы действуем на генетические связи. Это именно раскачать в семечке генетические связи генома, ядерной составляющей. То есть здесь у нас получается двойное воздействие. Во-первых, пыльцой, чужеродной информацией, вот, и цикличная проморозка. Далее, далее, значит, закладываем на стратификацию, семечки у нас наклюнулись, высаживаем в стаканчики. И чтобы материал не потерять, потому что выращивая, покупая в магазине яблоки, груши, и на один сок груши, там, допустим, одна какая-то семечка. То есть, ну, как бы надо материал беречь. Далее. Теперь, для чего, из чего мы будем изначально исходить? Поскольку посадка южных семечек, это у нас работа по вскрытию спящей программы. Именно спящей программы. Спящей программы. Она вскрывается только при критичном воздействии морозом. Либо она вскрывается при воздействии вот таких вот вещей, как цикличная проморозка. Ну, и как естественная, значит, пришла информация в виде пыльцы. Далее. Значит, практика показала, что результаты весьма обнадеживающие. Значит, Флорид Тухватулин мне прислал яблоко. Огроменное яблоко выдерживает под минус 50. Садко-горнозаводская зона. Вообще, конкретные морозы выдерживают. От него получен материал. Реальный вегетативный гибрид. По сути. Сеянец. Сеянец. У меня получилось. Значит, сеянец. Тася, груша, фантастического вкуса и размера. Уже перечислять все достоинства не буду. В прошлый раз говорил. Рядом озера ветра за 10-12 лет минус 45 неоднократно было. И в этом году впервые заплодоносила Юлия. Видите, посмотрите, увидите, до какой степени красотища. Тася три года плодоносила. Юлия первый раз заплодоносила. То есть, это реальный результат. Игорь мне прислал из Красноярска аналогичный материал. Значит, Красная Старовера. Он просто вымылил у Старовера, она напоминает лоба. Ну, не держите вы у себя. Ну, пусть у людей растут такая красотища. Лобовые, я думаю, уже все знаете, что такое лоба. Вот. Теперь мы перешли. Вот тут я должен тебя остановить. Знаете, почему? Во-первых, чтобы было более, так сказать, на диалог похоже. Уже сейчас я должен хоть что у тебя уточнить. Ты сейчас рассказываешь будущим селекционерам или любому человеку, которого имеет морозилка на кухне. Кому ты сейчас адресуешь эту речь? Или только избранным? Всем садоводным. Потому что это до такой степени простая технология. Простая. Я просто ее разжевываю для тех, кто вдумчивый, кто желает покопаться. А практическое воплощение, вы знаете, оно до такой степени примитивное, доходчивое для каждого. И очень интересное. Очень интересное. Катюша Карташова. Валерий Константинович, ваш программист. 75 где-то штук посажено вот таких вот уже сеянцев. Они уже эту зиму растут. Да, зимы нет в этом году. Минус 20 было там, без снежья. Ну, как бы так. Алексей Калексеев Иванович, тоже умница. Такое же количество. Но у него в горах растет. Вот. Далее. Что мы имеем? Поли мы имеем практику. Теоретическую базу мы потихоньку подтягиваем под это направление. Далее. Смотрим. Почему я говорю посадить в стаканчики? Потому что, чтобы материал не потерять. Не потерять. Если вы надумаете в дальнейшем высаживать в грунт, недельку подержали на улице, ну, в притенении, недельку легкое притенение, еще недельку на легкое солнце и потом уже высаживаете. Это касается материалов, которые вот сейчас идет стратификация у всех косточек. Если вы промазали, если они у вас раньше срока взошли, вот эта вам дорожная карта по высадке, по высадке ваших стаканчиков, ваших любимых сеянцев. Вот. Далее. Все сеянцы, которые у вас проклюнулись, начали дома расти, они вас радуют. Но здесь просматривается еще одно направление очень-очень интересное. Значит, Флорид Тухватуллин, тоже такой искатель, ищущий человек, оставлял на улице, на ветру, значит, оставлял южные персики-сеянцы зимовать безо всякого укрытия в литровых пакетах. Саженцы. Весной. Весной у него... Саженцы или косточки? Семечки. Ну вот смотри. Значит, из сеянцы выросшие персики, у него были персики, или я что-то не так сказал, персики были. Вот он их оставил зимовать в литровых стаканчиках. То есть там была земля, снегом они не закрыты, находятся на воздухе. Весной открылись. Алексей Калексей Иванович, теща ему подпузьмила, черешню оставлял на веранде. Игорь из Красноярска многократно пробовал ставить тоже так же в открытую. Но здесь именно, здесь должна быть, этот момент должен четко учитываться. Никакого полива осеннего не должно быть. И стаканчики должны быть, горшки или контейнера должны быть небольшие. Если, если негативный опыт, ну Эдуард, значит посадил в огромные емкости. Здесь получился разбег у корневой системы, она еще не заснула, не ушла в состояние сна, анабиоза. Не ушла. А верховая часть, уже пошли конкретные морозы. Так, вот момент. Можно я это, кое-что спрошу. Вот получилось несколько уникальных деревьев. Пока, видимо, единичные. Суперкультурные. Вкусные, сладкие, крупные, которые обладают невероятной морозной костюм. Вот, теперь дальше-то что? Берем все семечки и из следующих поколений растим? Или все-таки садим на подвой, на морозостойких, чтобы сохранить полученное семенным путем? Валерий Константинович, сейчас мы до туда еще не добрались. Мы немножко сейчас просто, я полностью закончу. Давай. Общая формула для этого направления. Стакан или горшок должны быть небольшие, в районе одного литра. Посадка строго весной. Земля однородная структура, нежирная. Желательно иметь сенец. Только в ювенейный детский период, возможно, и закладка новой программы, и возможность при критичном соцвоздействии морозом параллельно скрыть спящую программу. Почему такие саженцы не вымерзают? А это уже практика. Вот у меня сейчас три персика. Вот сегодня буквально ездил, смотрел. Стоят они, перед тем, как настал мороз, значит, я их месяц не поливал. Вспомним волновую генетику Горяева. При постепенном засыпании, вхождении в состояние сна анабиоза, появились минусовые температуры. Растение входит во фрактальное измененное состояние времени. Погаря его, это не я сказал. В этом состоянии кратно повышается невосприимчивость к внешним раздражителям. В частности, к критичному морозу. В ювенильный период растение пластично реагирует и запоминает любые критичные воздействия. Вот здесь у нас много разговоров было с Александром Кандауровым. Значит, фотопериодизм у него, значит, лето у него очень коротенькое. Вот оно, окошко для него. То есть, Валерий Константинович, ваш, как говорится, кластер, мой Южный Урал. Ну, у нас сороковник, сорок два, сорок три, там, сорок четыре с ветерком. Это как раз для него, если он будет брать у нас семечки и садить, как раз будет та самая среда, в которой у него будет скрываться эта программа. Программа никогда не вскроется. Если среда обитания одинаковая, посадил семечку и из нее что-то вышло, только при критичном воздействии морозом эта программа вскрывается. Только при критичном. То есть, почему мы именно Южный берем? В ювенильный период сеянца геном как губка впитывает всю критичную, агрессивную внешнюю среду обитания. Если повторить рост данного сеянца еще на один год, вот, допустим, с пересадкой в двухлитровый контейнер, ну, вот они, значит, сейчас у меня персики отрастут в однолитровый, я их пересажу уже в двухлитровый. Вот. Но только весной. Весной только буду делать пересадку. А с сене посадка сто процентов умерзает. И вплоть до плодоношения, вот мне лично видится, что можно получить образец нового сорта с программой жизни вашей среды обитания, приобретенной и большой степенью вероятности вскрытия, как дополнительного фактора, спящей программы. То есть у нас по факту что получается? У нас получается, значит, растение уходит во фрактально измененное состояние времени, в котором значительно возрастает морозостойкость сеянцев. Причем здесь и персик, и черешня у Алексея Калексея Ивановича. Персик уже был у этого, у флориды Тухватульна. Сейчас я, я сейчас длинную дорогу запущу эти персики, пока они у меня не заплодоносят. Как они только заплодоносят, это будет совершенно другой образец. Совершенно другой образец. И вот я ко всем обращаюсь, кто сейчас семечки накопил, они у вас лежат, стратифицируются, искусственная стратификация. Посадку сделайте в горшки, в стаканчики. Половину оставьте до весны, пусть они у вас растут в дорогу и в дальнюю. И запустите вот именно вот в такой вариант. То есть, чтобы они в открытую зимовали, и потом уже доводить до плодоношения. Да, идет угнетение, потому что стаканчики небольшие, но мы их будем увеличивать. Теперь, Валерий Константинович, вы задали вопрос, не упомянул один момент. Самое важное, чтобы эти стаканчики находились на веранде, под какой-нибудь верандой, где нет осадков. Небезосновательно считается, что критичный температурный порог корневой системы минус 14 градусов. Это при посадке, при посадке в обыкновенную землю. А при посадке в стаканчики растение засыпает, уходит в состояние сна анабиоза, как общий организм. Вот по этой причине они не вымерзают. И вот этот ювенильный детский период, как раз растение формирует свою жизненную программу в вашей среде обитания. Александр Кондрауров, ну прямо вот зеленая дорога вам. Пробуйте. Вот. И значит, что, еще один интересный момент просматривается. Может быть, я что-то тут, конечно, упустил. Ну, в будущем постараюсь потом уже как-то сформулировать. Допустим, значит, спрашивают, можно ли прививать черенок... А, вспомнил. Этот момент немножко я чуть попозже, можно ли прививать. Саженцы, которые посажены у Алексея Каликсея Ивановича, у Катюши Карташовой. Что и в будущем для вас, для всех, кто будет делать посадку вот этих южных сеянцев. Самое важное, запомните, ввести эти сеянцы в состояние кризисного состояния. Что с воздействием мороза? Они не должны полностью вымерзнуть. Они должны подмерзнуть до такой степени, чтобы программа, программа ДНК, это интеллектуальная программа, это Погоряю, дала команду именно вскрыть программу морозостойкости. А так как нет воздействия нашей среды обитания на культурные признаки, культурные признаки будут переданы полностью. Вы понимаете, как интересно? На что воздействует, что с воздействия критичный мороз, то и вскрывается в этой программе. Почему получился у меня и у моих друзей положительный результат? И именно только из-за этого. Только из-за этого. То есть, если сенец полностью замерз, вы его потеряли. Если он вообще не замерз, значит, вскрытие программы не произошло. Сенец подмерз критично и вышел. Побег, по сути, вегетативный гибрид. Это удача ваша. В дальнейшем он уже в этот ювенильный детский период растения перестраивается под вашу среду обитания. Теперь перейдем к черенкам Валерия Константиновича Железова. Выскажу свое мнение. Он сейчас меня, конечно, скалкой от него получил. Но я хочу высказать свое мнение. Почему у моего друга Валерия Константиновича и, как говорится, кумира всех нас получились такие гениальные вещи, как получение его, он их назвал селекционных клонов, я их называю вегетативные гибриды. Почему именно так? Вот смотрите. Берется черенок. Если вы берете черенок, вашей среды обитания и прививаете на аналогичный, ну пусть с морозостойкой на дикую форму, там, допустим, на дикую форму прививаете одинакового вида, не межвидовая прививка, не межродовая, вернее, не межродовая прививка данного вида. То есть культурный привой на дикий подвой. У вас никакого вскрытия программы не будет. Никаких вегетативных и селекционных клонов у вас не будет. Когда вскрывается эта программа памяти, аналогично, как я вот рассказал про сеянцы, эта программа вскрывается у Валерия Констиненса именно при прививке южного сорта на на сорт дикой формы в вашей среде обитания, у него этот привой не вымерзает, он критично подмерзает, и вот то, что потом получается, это получается уже по сути вегетативный гибрид. ДНК дает команду на повышение морозостойкости из генома, из памяти привоя, именно привоя. Да, накачка небольшая идет от подвоя. Да, естественно, значит, генпризнаки уйдут и в подвой уйдут, да, из подвоя в привой уйдут генпризнаки. Это блуждающие гены, транспозоны, это однозначно. Об этом можно длинно поговорить, это по сути будет немножко другая тема. И единственное, Валерий Конститич не послухал меня. Кстати, клон Королевский Жаль я закрепил, как обещал, а дальше он, конечно, эх, жаль, не пошел. 70 лет закрепляю. 70 лет. Вот, но это я до этой точки гениально. шляпу снимаю. Вот, до этой точки гениально. Вот, ну, в общем-то, чуть-чуть кратко сегодняшнюю тематику я раскрыл. Не знаю, может быть, сумбурно, но что-то, может быть, и упустил. время конституции что я упустил. Сейчас я переключаю этот самый фотоаппарат с видео, потому что я начал сам не вовремя отключиться, и включу снова, и тогда задам вопрос. Хорошо. Так положено, я начал сам, когда захочет. Договорились. Это у них особенность такая. фотоаппарат